Генеральный партнер программы «Бардачок» – Харківський м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок» И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Не перестаю удивляться креативу от дорожных служб города. Вот умеют же люди удивлять. Было вроде все нормально, а с разметкой знаками на перекрестке так нет. Нужно в стройную картину мира внести свое авторское. Речь идет о перекрестке Соборного спуска, улице Клочковской и Сергиевской площади. Если двигаться со стороны Полтавского шляха, то до Соборного спуска проезжая часть имеет три полосы движения. Знак 5.16 подсказывает, что крайний левый ряд только для левого поворота или разворота, а остальные две полосы для движения прямо. Но прямо – это куда? Для харьковчан, понятное дело, такой вопрос звучит издевательски. Понятно, куда? На Клочковскую. Вот только не все проезжающие здесь водители – харьковчане. Потому приколы нашего городка им не всегда понятны. Почему же на знаке стрелки прямые? Движением прямо проезд данного перекрестка назвать сложно. Ну, как подсказка может служить табличка 7.8 вместе со знаком «Главная дорога». Вот эта табличка дает более-менее реальное представление конфигурации перекрестка. Почему же на информационно-указательном знаке такие же стрелки не прорисовать? Считаете это излишеством? Ой, напрасно. Мне известно минимум два случая, когда ни о чем не подозревающий иногородний водитель ночью здесь едва не убрался в бордюр. Это только за последний месяц. Обострение случилось из-за новой разметки. Раньше, еще весной, точно помню, линии разметки перед перекрестком уходили левее к Клочковской. Даже на гуглокартах это отчетливо видно. Но с недавних пор они выпрямились. Да еще и стоп-линия отодвинулась от перекрестка метров на 10. Теперь при движении по правой полосе ничего не предвещает маневра влево. Вот с этой полосы и уходили машины в бордюр. Зачем таким образом модернизировали разметку? Абсолютно непонятно. Ну ладно, бог с теми иногородними. Давайте с земляками разберемся. Не кажется ли вам, уважаемые зрители, что средний ряд несколько шире правой полосы? Немного. Примерно вдвое. И вместо одной машины перед стоп-линией теперь тут легко помещается две. Не широковато ли полоса получилось? Ну, одна, две, какая разница? Думаете, опять никакой? Ведь обе машины на Клочковскую выезжают. Так хорошо, если только эти две, а если к ним третья из правой ряда добавляется. Кто кого в повороте тогда должен пропускать? В условиях нормального движения водитель из правой ряда попадает в правый ряд после перекрестка, а из лева, соответственно, в левый. А тот, что между ними, куда попадает? Правильно, в бочину правому. Либо наоборот машина из правого ряда в него приезжает. И это уж совсем не смешно. А ведь всего-то чуть-чуть разметка поменялась. Это еще не последняя странность разметки на данном перекрестке. Смотрим на соборный спуск. Что нарисовано посередине по всей протяженности брусчатки? Линия 1.3. Двойная, сплошная. Смотрим в правила дорожного движения. Там про линию 1.3 четко прописано. Разделяет транспортные потоки встречных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полос движения. Ну, если здесь четыре полосы, то я испанский летчик. Вот наперкуа такое рисовать. Или авторы надеялись, что двойную сплошную водители постерегутся пересекать? Ага, сейчас. Не в этой стране. Ну, было же раньше одна полоса вниз, две вверх. Зачем менять? Стало лучше? Явно нет. Стало хуже. Добавилось проблем для водителей. Теперь при движении от моста наверх к университетской возникает угроза столкновения. Вот в этом узком месте. Те, кто едет наверх из среднего ряда, перестраиваются на подъеме левее. И хорошо, если с левого ряда до моста никто прямо не поехал. А если таки поехал? Это ж не запрещено. Тогда кто кого пропускать должен? По ПДД тот, кто перестраивается. Вот только многие, едущие из среднего ряда, думают иначе. Дескать, я справа, значит, у меня преимущество. К чему может привести такое заблуждение? Надеюсь, понятно. Вот. Так зачем разметку было менять? Готует из досвят Харьковский местный ряд. Согласно закону сохранения идиотизма в природе, если где-то что-то обыло, то где-то что-то обязательно добавиться должно. Так и с изменениями в знаках разметки. Вот потому далее о позитивном. Улица Бородиносца-Потемкина, соединяющая Московский проспект с Конным рынком, уже не раз попадала в объектив камеры бардачка. Причина игнорирования некоторыми водителями полосы для маршрутного транспорта, которые движутся здесь навстречу общему потоку. Об этом предупреждают знаки при въезде на эту улицу. И недавно некоторые знаки обновились. Обновились те, что установлены перед перекрестком с Власовским переулком. Ранее было вот так. И водители не понимали, из какого ряда следует поворачивать налево. Знак – это хорошо, но ведь есть еще и полоса для маршрутного транспорта. Теперь, после изменения знаков, такой вопрос не возникает. Картинка четко показывает, по какой полосе куда можно ехать. И что интересно, данный знак – плод чего-то творчества, а не ГОСТовская версия. Согласно стандарту, знак 5.8 – дорога с полосой для маршрутного транспорта может выглядеть только так. А это явный гибрид указанного знака 5.8 со знаком 5.17 использования полос. И, надо признать, я очень рад, что кому-то хватило креативности такое создать. Теперь, подъезжая к перекрестку, четко видно и понятно, что левая полоса для встречных маршруток, а поворачивать следует только из среднего ряда. Ну, по крайней мере, большинство понимает картинку именно так. А вот меньшинство. Меньшинство либо не понимает в силу скудаумия, либо тупо игнорирует в силу хитрозадости. А в любом случае, такие действия подпадают под статью 122, часть 3 админкодекса, что карается штрафом в сумме 510 гривен. Это задвижение по полосе для маршрутного транспорта, если кто не знал. А можно и посерьезнее наказание получить уже по четвертой части 122 статьи за создание аварийной ситуации. А это уже лишение прав на полгода. За что? Ну, смотрите внимательно. Законопослушный водитель поворачивает налево со среднего ряда, как указывает знак. А в это время из крайней левой полосы самый спешащий коллега совершает аналогичный маневр. Чуть сильнее повернул руль и есть контакт. Ну, или угроза контакта. Аварийная ситуация налицо. Неприятно, согласитесь. А вдвойне неприятно то, что если дело таки дойдет до контакта, то в ДТП виновны будут оба. И тот, кто поворачивал из правильного ряда, и тот, кто оказался левее. Второй понятно, а первый, потому что не убедился в безопасности маневра. Вот такие у нас законы, коллеги-водители. Ну, и по скриптам, так сказать. За время съемки с нарушением поворачивало много машин. Часть из них с литовскими и польскими бляхами. И почему-то ни один бляховод не поворачивал из среднего ряда, как положено. Специально обратил на это внимание. Тенденция, однако. В минувшие выходные джиперы Харькова и окрестностей завершили сезон 2017 года. В качестве финального аккорда выступал заключительный этап джип-трайбори, организованного Слива-клубом. Союз людей, интересующихся внедорожными автомобилями. Именно так расшифровывается аббревиатура Слива. Клуб молодой, но входят в него опытные джиперы. Потому организация соревнований всех трех этапов была на должном уровне. Как предполагалось, именно третий этап в серии стал самым сложным. Представление о том, какие препятствия ждут участников на трассе, можно было получить при доезде до точки старта. Да что там доест? Просто выехать с парковки было нелегко. А по пути до места старта иллюзии и надежды на быструю победу развеялись у самых закоренелых оптимистов. Дождливая погода, не очень характерная для середины декабря, превратила все грунтовки в болото. Соревнования еще не начались, а машины участников уже напоминали комки грязи, под слоем которых невозможно было рассмотреть даже бортовые номера. Само состязание, согласно регламенту, представляло собой традиционное джип-трофио с поиском и взятием контрольных точек и проходило в местности, известной как Семиозерие. Участники, разделенные традиционно на категории рейд, хард и суперхард, получили координаты точек незадолго до старта. Непосредственно перед стартом обязательный брифинг и, наконец-то, соревнования начались. На дистанцию участники выходили с интервалом в две минуты. Интересно, что среди автомобилей больше всего в этот раз было моделей Сузуки. Неужели Сосилья Нив кончилась? Заключительный этап троеборья от слева клуба оказался самым сложным и для зрителей. Так как доезд до точек, как правило, был возможен только по одной дороге, то организаторы совершенно справедливо запретили въезд на трассу неподготовленным машинам болельщиков. Но и для подготовленных добраться до интересных мест было очень непросто. Одно неосторожное движение рулем, и машина проваливается в глубокую колею. Ну, ладно, зрители, для них время не нормировано, да и помощь всегда рядом. Хуже, когда в колею на доезде проваливалась машина участников. Со стороны болельщиков помощь запрещена, а в поле даже лебедку зацепить не за что. Вот как раз на подобный случай имеется в машине приспособление под названием якорь. И выполняет оно как раз функцию якоря. Приспособа загоняется в грунт, и за него цепляется трос лебедки. И эффектно, и эффективно. То, что организаторы были правы, ограничив зрителям доступ к трассе, стало понятно еще на подъезде к лесу, в котором располагались контрольные точки. А на самом въезде в лес длиннобазный внедорожник попросту зависал на днище. Хорошо, что небольшой караван болельщиков перемещался под присмотром машины с левоклуба. А если бы на единственном въезде в лес машина засела надолго, то как бы участники к точкам добирались. Впрочем, участникам и так приключений хватило. Как они сами впоследствии признавали, давно не было столь серьезных приключений на соревнованиях. И взять точку было порой намного легче, чем доехать от одной точки до другой. На всякий случай напомню, что взятие точки обязательно подтверждается в фотографии одного из членов экипажа, держащегося одновременно и за транспортное средство, и за отметку на дереве. Так вот, не только взятие точек, но и доезды требовали максимального напряжения всех сил. Даже квадроциклам было не намного проще. Обычно эти легкие мощные полноприводные табуретки носятся по всей трассе соревнований океужаленные. Но в этот раз быстро ехать у них получалось только по полю, а буквально каждый контрольный пункт давался с трудом. Только победители в этой категории сумели покорить больше точек, чем экипажи внедорожников. А обычно квадроцикл успевает за отведенное время гораздо больше, чем автомобиль. Но не в этот раз. А тут еще и дождь пошел. И так скользкие склоны стали напоминать ледяные горки. Колесам буквально не за что было цепляться. Причем тормозить на таком покрытии можно было только об дерево. А спустившись во враг, запросто можно было из него уже и не выбраться, без посторонней помощи. Ну, это касалось категории рейд, для которой электрические лебедки под запретом. Для Харда приключения были еще интереснее, но, к сожалению, непрекращающийся дождь размыл не только грунтовки, но и последнюю мою надежду добраться до точек Харда. И сам промок до нитки, что важнее, камера намокла, а технику надо беречь. Потому для меня соревнования закончились на два часа раньше, чем для участников. Жаль, конечно, но будут и другие состязания. Уверен, не менее интересные. И, надеюсь, не пропущу. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну, а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова